Ну что, дорогие друзья, очередная запеканка. Но теперь эта запеканка не с овсянкою, а просто... Сейчас я вам покажу, что у нас себя представляет. Так, нет, так не получится. Сейчас я сделаю опять вот таким вот образом. Здесь у меня оставалось немножко картошки. Вареное я делала, вот совсем недавно, да, я показывала. Значит, порезала куриную грудку вот такими дольками. Два яйца вбила и сверху залила, ну, все это перемешала и сверху залила. Нет, еще заблудилась с утра пораньше. Залила яйцами, а сверху порезала лучок. Вчера делала салат, половинку лука использовала, половинку лука порезала вот сюда. И, в общем, у меня получилась вот такая запекалочка. Сейчас тоже я ее на хлебушек. И красота! У меня от вчерашней запеканки осталась к чаю. А это вот такой вот завтрак. Да? Как раз не будет. Ну, естественно, я это все не съем за один раз. Это не знаю. Ну, как съесться, так и съесться. Вот такие вот дела. Я уже прогулялась. Сейчас присела отдохнуть в тенечке. На улице прям так хорошо. Единственное, что, конечно, ветер. Здесь вот затишок небольшой, и то ветер дует. Смотрите, загоральная площадка голубей. Наелись, видимо, и улеглись. Лежат прямо в лёжку. Деревья еще зелененькие стоят, но уже скоро-скоро начнет вся эта зелень желтеет. Там уже некоторые желтеют. Я на площадке только на другой лавочке, потому что та лавочка моя занята. Я сегодня в своей кофточке выгуливала её. Ой, очки мои на голове чертячо. У нас отключили горячую воду. Но я уже говорила, для меня это не проблема, потому что у меня... Обогреватель есть. Или нагреватель воды. Но ветер делает своё, что бы я на голове не делала, так как прическу сделать не могу. То есть начёс, как вы мне там писали, что пенка, начёс. Пенка я пользуюсь регулярно. Просто, ну, вы же всей ситуации не знаете, как я укладываю голову. И вам, может быть, кажется, что я не делаю этого. Но вы же не видели меня без пенки, какие у меня волосы. Вот не повезло мне с волосами. С глазами повезло. С тем, что цвета все идут. Ну, вот с волосами не повезло. Приходится постоянно делать эту прическу изо дня в день. Просто ужас какой-то. И коты, и собаки, и все вокруг меня тут собрались. Кормящая мама пошла, кошечка. Видимо, кормит. Обвисла в имя у неё. Вот. А я с утра активно повязала квадрат. Осталось мне два ряда. Последним рядом я буду соединяться. А потом уже покажу вам, какая она будет полностью. Дорожка, наверное, пока что будет выглядеть как дорожка. А потом уже будет видно, что будет дальше. Вот. И я сидела, думаю, пойду-ка я пройдусь. А то всё теплее-теплее становится. Сегодня у нас около 30 градусов опять будет. Ну, пока кондиционер ещё не включала ночью. Такая красота. Так хорошо спится. Вообще. Посмотрела с утра девочек тоже. Вот. На перепутье что мне вязать. Сейчас приду, буду что-то вязать. Скорее всего, что буду продолжать своеобразным вырезом этот свой полосатик. У меня полосатик... Названия ещё не было у изделия. Поэтому назову, наверное, полосатик. Вот. Потому что нужно продолжать его. Может быть, ещё и выглядело. У нас сентябрь это 100% будет ещё тёплый. А октябрь уже, ну, скажем так, с переменным успехом. Вот. И готовить сегодня ничего не буду. Потому что вот я наготовила до сих пор. Получается уже сколько времени. И окрошку так и не сделала. Ой, я вообще не знаю. Планирую сделать. Я уже картошку ту, которую варила, уже на завтрак пустила. Ну, в общем, где-то кто-то как-то странно... Такие странные звуки издаёт, непонятные. Вот. Так что буду вязать. Сейчас на меня напали просмотры фильмов. То, что я Дораму смотрела, а теперь фильмы смотрю всякие. То фэнтези, то фантастика, то с пришельцами, то с привидениями. Что-то меня потянуло. Жизненные смотреть не хочу. Вы мне пишите вот там жизненные. Знаете, столько всего у меня жизненного в жизни было, что я не хочу сейчас смотреть и расстраиваться. Потому что я сопереживаю. Всё это пропускает через себя. И наши российские, которые сейчас выходят, я не могу смотреть от слова совсем. А то, что раньше, я какой не включу, все уже просмотрела. Я вот к Алёне, мастеру моему, по маникюру прихожу. А у неё есть канал, она включает, где показывают вот сериалы именно. Я не помню, как он называется. Именно наши российские сериалы. Вот эти все. И как ни приду, там у неё какой-то сериал. А я его видела. И она говорит, что дальше будет? Я говорю, что тебе спойлерить, что ли? Она говорит, ну вот интересно. Говорит, смотрю все сериалы, говорит, пересмотрели. Я говорю, ага. Да, практически все. То, что раньше шло, да, много. А вот то, что современные выходят, ну не знаю, что-то как-то изменилось. В нашем кинематографе нету искренности. И всё до такой степени наиграно. Меня прямо иной раз аж бесит. Ну, видно, что ненатуральная игра, скажем так. Ну, может, это у меня временное такое, скажем, настроение на наши сериалы. Потом опять захлёб буду смотреть наши. У меня же всё с переменным успехом. Так, ладно. Не люблю праздно сидеть. Передохнула, пойду дальше. Мне ещё идти до дома где-то минут десять. Это я во дворе в чужом сижу. Розочки. Где-то кто-то здесь попал. Видим, это женщина, которая здесь чистила траву. Ой, ветер. В общем, сумасшедшая. Я ещё тут кругля немножко решила пройтись, пока силы есть. И, думаю, я сейчас зайду в магнит, куплю таблетки. Красиво оформлен магазин. Носочный. Я как-то показывала в своём видео столько игрушек красивых вообще. Детки, когда маленькие сюда приходят, прям подходят. Налюбоваться не могут. И маленькие, и большие. Всякие игрушечки. Решила зайти, посмотреть, что новенького здесь. Такие интересные формы. Красивые. Для запекания. Салатник. Такой. Можно сказать, что не очень дорогой. 200 рублей всего лишь. Чайник. Электротурка. Понятно? Положил. И, пожалуйста, готовь. Вафельница электрическая. Всего лишь 1000 рублей. Да. Есть, что посмотреть. Красивая пара чайная. Тарелочки, пиалочки, салатники, супницы. Такие страшные огурцы. Даже выбрать не из чего. И стоит 99-99. 100 рублей. Прям, я не знаю. Шампиньоны королевские. Красивые. Цена тоже красивая. За 300 грамм. Это получается почти 600 рублей. Стоит килограмм. Вешенки. 300 грамм. 139 рублей. Так, что у нас тут? Шампиньоны не очень красивые. Опята. 200 рублей. Вот такие вот шампиньоны. Они не совсем красивые. Яблочки красивые. Но цена 100 рублей. Красивые, конечно, яблочки. Я последний раз, когда брала в пятерочке в упаковке, очень вкусные по моему вкусу. Яблочки прям то, что надо. Ну, яблок разных много. И цена на яблоки что-то в этом году не падает. Нектарины. Здесь вот вроде бы перемешку с вот такими. А там они красивенькие. Но цена 174. Что-то мне не хочется по такой цене брать нектарины. С одной стороны, ну, оно не должно быть такое очень дешевое. Но, тем не менее. Итак, дорогие друзья, что я тут выходила. Купила зелень. Травку себе. Я же травоядная. Овен. Травоядная. Купила вот такой себе батончик провансаль. Нет, багет. Багет провансаль называется. Купила еще три огурчика. Вот таких вот там. Нашла, вынесли короб. 99 рублей. Тоже 99 копеек. Прямо с цветочками. Поэтому я купила. Вот. Купила рис. Длиннозерновой у Велка. Купила себе семечки. Вот такие давно не грызла семечки. Крупный калибер от Мартина. Значит, купила творог. Вот мне прошлый раз я покупала. Понравился. Его не было. Это белорусский творог. Вот. Купила маслицы. 179 рублей. Так. Это я немного позже покажу. Так. Масло 179 рублей. Волгодонское. Очень наше масло вкусное. Это. Прошлый раз было по 200. В этот раз 179. Ну, 180. Два магнетика дали мне. И вот это вот. Купила все-таки я турку электрическую. Вообще, посматривала на нее давно. С тех пор, как Маргарита показала на своем канале, как она готовит в электротурке кофе. У меня есть, как она называется, кофеварка. Кофеварка у меня есть, но там большой объем. Конечно, там можно и поменьше варить, но, в общем, решила купить такую. Если мне понравится, значит, я оставлю себе, а кофеварку отдам детям. Их все-таки двое. Саша с Юлей. И, в общем, вот так нужно прикрепить. Тут вот. Нет. Вот так, наверное. Как-то, короче, надо будет посмотреть, как это делается. Там, видимо, инструкции есть. Ну, в общем, посмотрю. Не буду задерживать ваше внимание. В общем, купила. 679 или 699. В общем, тут такая инструкция. Ну, в общем, взяла. Сказали, две недели опробуйте. Если не подойдет, верните назад. Вот так сказали. Ну, надеюсь, что все будет работать. Вот, это все то, что я купила в магните. А еще ранее я приобретала вот такое устройство, которым я уже активно пользуюсь. Сейчас я вам покажу. Так, мне нужно его отключить, потому что я же говорю, я вот рассказывала вам, что я архивирую, переношу данные с компьютера на жесткий диск переносной. Так, извлечь. Так, извлекаем. Рабочий. Что мне нравится. Это вот такой переносной диск. Называется Кэсси. Насколько я поняла. По-моему, это Китай. На 500 гигабайт. И получается идет в комплекте вот такая сумочка. Ее можно сюда вот этот системный блок или или системный диск или как его там назвать. Видите, я даже еще не открывала. вот стоит 2,5 тысячи. Ну, по крайней мере, я покупала за 2,5. Сколько сейчас он стоит, я не знаю. Хорошая сумочка. Мягенькая. Внутри тут я не знаю, что-то такое. Какой-то мягкий материал. Вот. В общем, я все перенесла с диска D на этот диск. И теперь мне еще нужно почистить диск C. и тогда уже можно будет SSD диск покупать, а потом приглашать компьютерщика. Ну, в общем, как говорится, не все сразу, все помаленьку. Вот. Я хочу еще один такой выписать. потому что мало места. А получается, я посмотрела, там, допустим, у вас возникнет вопрос по поводу того, почему я не купила сразу на терабайт. У меня есть тоже еще вот такие диски. их у меня вот таких три. Они по терабайту каждый. И цены на них вообще заоблачные восемь, девять, десять тысяч. Ну, качество стоит дорого. Что там говорить? Я уже не знаю, сколько лет. это еще когда я работала, я приобретала его. Вот. Один мне, вот этот вот, подарили дети на день рождения. Как сейчас помню, это было очень тоже давно. И тогда он стоил три с половиной тысячи. Это было очень дорого. Потому что пенсия у меня на тот период была семь двести. Вот. По пенсии моих стоило. И есть еще один, который я покупала вместе с телевизором. То есть у меня их три, а теперь вот еще будут. Ну, что сделаешь? Жизнь не стоит на месте. Информации много, каждодневная информация. Причем я сюда не скидываю допустим мои ежедневные влоги, да? Только мастер-классы, только какая-то полезная информация и так далее. Вот. Так что я не помню, когда я его взяла. до сразу же после того, как с компьютером проблемы случились, вот где-то там через два-три дня я заказала его и приобрела. Но не стала показывать один, думая, потом, а то вдруг он не будет работать или еще что-то. Все работает, все прекрасно. Еще одна еда, без которой никуда 700 с копейками заплатила. Ну, в общем, вот такие мои покупочки на сегодня. Итак, дорогие друзья, давайте проверим, как работает моя новая вещь. у меня есть вот такой кофе молотый. Добавляю кофе и налила в кружку воды для того, чтобы понять сколько объем, потому что написано, чтобы не минимально, не максимально. О, нормально. Кружка ну и теперь пробую. Написано в инструкции, что начинает, ну, от начала до конца 3-4 минуты нагревается. Честно, ни разу сама не использовала, поэтому даже не знаю, как варят в электрических турках вот эту вот часть кое-как прикрутила. не могла попасть значит, вот здесь вот ободок, да, и на ободке гнездо, куда нужно было попасть болтиком, кое-как попало. Но все такое хлипкое, я не знаю. Именно вот эта вот часть здесь нужно будет, наверное, что-то вставить для того, чтобы вот, видите, как она ходуном ходит, что-то какая-то недоработка, вот видите, отвертка. В общем, я, конечно, сейчас поставлю на ускоренное, после, вот сейчас я договорю и поставлю потом на ускоренное. ну вот, как видите, я не знаю, конечно, со временем я приловчусь, но на этот момент, в общем, вот что-то вот типа вот так. Теперь я поставлю в кружку, пускай отстоится. надо купить еще специальные такие приспособления, фильтры есть для кофе, да, и вот туда наливают, как-то его пьют. Я вообще ни разу такой не кофемал. Надо посмотреть видео, как это все делается в интернете. Допустим, в кофеварке я там знаю, что налил, поставила, она там себе сварила и пьешь. А как вот так вот варить, я не варила. У меня есть и турка обыкновенная, которую можно на газу или на печке дочь мне дарила. Но что-то я как-то никак. Кажется, дождь собирается, такая черная туча, прям вообще. С этой стороны еще светлая. Все. Пока сухо. Но вот это страшное черное небо. Ну, как бы посмотрела по Яндексу, вроде дождь должен быть. Хоть бы прошел такая сушь, такая сушь. В квартире у меня влажность. Вчера была 22%. Это вообще куда ж это годно? А я думаю, что ж такое? Громахнуло где-то. Посмотрела, там оказывается дождь собирается. Ну, что, дорогие друзья, подходит к концу еще один день. Я немножко повязала, но особых продвижений нет, поэтому показывать сегодня вам вязание не буду. Завтра уже покажу мои продвижения, какие будут. На улице у нас все громыхает, но что-то дождя никак не предвидится. Не знаю даже по какой причине идет где-то мимо нас и у нас нет дождя. Вот. Ну, а я хочу опять зачитать ваши комментарии. Опять благодарю, как всегда, в каждом видео и буду благодарить. Спасибо, что вы пишете свои комментарии, что ставите пальчики вверх, что смотрите мои видео. я вот ощущаю, как вы просматриваете видео физически, физически имею в виду то, что хоть немножко стала получать на Дзене денежку. То, что у меня там совсем 2-3 дня 300 рублей, а теперь я могу 300 рублей в день снять. Так что спасибо вам огромное за то, что вы помогаете мне выживать в это трудное время. И давайте начнем. Лариса Мосина. Доброго времени суток, Ирина. Ну, какой же Максик хорошенький, маленький мужичок. Смотрела с удовольствием и улыбкой, а вы прямо растворяетесь в нем. Вашу любовь к нукам чувствую через экран. Очень и очень хороший мальчик. Спасибо вам огромное. Я ставлю сейчас кусочек видео, как мама его провожала в школу на подготовительный урок или подготовительные классы. Я даже не знаю, как это сказать. И я надеюсь, вы точно так же порадуетесь вместе со мной. Я вчера даже плакала. Мне не верится, что внучек мой уже пойдет первый класс в следующем году. Ой, я когда за него рассказываю, у меня бабочки прям летают внутри. И какой же он уже умненький. Это гордость моя. Гордость моя, так как он у меня один. Конечно же, в ком же мне еще растворяться? Конечно же, только в нем. Вставляю видео. Спасибо большое, что поддерживаете меня, поддерживаете мое эмоциональное настроение и понимаете меня, прочувствуете, скажем так. Роман Ром, спасибо Ирина за рецепты, все быстро, просто и вкусно. Ну, знаете, вот честно, иногда мне хочется заморочиться, вы же вот те, кто со мной не первый день на моем канале, те, допустим, знают уже меня, да, мне иногда, ну, вот я прям не знаю, почему это вот есть такое во мне, не хочется заморачиваться, да, хочется что-то там простенькое связать, простенькое приготовить и так далее, а иногда мне хочется заморочиться, и я тогда заморачиваюсь, там какое-нибудь блюдо такое делаю, либо салатик, либо пекаю беляжи, либо еще что-то там готовлю, какую-нибудь интересную закуску, да, намазку или еще что-то вот, вот, я имею ввиду с продуктов, да, но в основном я стараюсь такое, чтобы было просто, быстро, вкусно, потому что жалко тратить на все это время, когда я могу, допустим, еще у меня не прошло вот это, что я хочу вязать, да, особенно, когда у меня есть запой какой-то, да, в вязании, в среднее время что-то у меня такого, редко случается такое, раньше вот каждую минутку я с собой везде брала вязание и все, а сейчас вот я много посвящаю времени вязанию в день, много, все свободное время, и скорее всего, что, наверное, из-за того, что его много в моей жизни, да, уже нет того азарта, который был раньше, но, тем не менее, время от времени все равно вот что-то где-то там, как говорила Юлия Прокопова, где-то щелкает, да, и у меня прям запой случается в вязании, ну, скажем так, сегодня вот из-за того я заметила, когда я изделие какое-то довязываю, да, у меня как бы такая некая наступает линца, и я как бы шатка-валка что-то делаю, ну, вот сегодня салфетку вязала, но, как оказалось, я-то думала, что я смогу последним рядом присоединиться, и все это будет симпатично выглядеть, но что-то там не так, придется мне распустить последний ряд в этом квадрате, ну, в общем, придется мне что-то додумывать, там соединение в последнем ряду не так-то просто сделать, в общем, посмотрим, не буду забегать вперед, ну, вот как-то что-то я там увидела, и опять увидела ошибку в схеме, вот так создают схему, что я увидела, там заметила ошибку, если, допустим, знаете, скажем, неопытный, неопытная вязальщица, она может связать, а потом придется распускать, если бы это было там в конце где-то или в начале, а то это как раз посредине, и я вот обратила внимание, и просмотрела всю схему, и увидела, что просто не сделали там столбики, и все, ну, вот бывает, бывает такое в салфетках, так что сейчас у меня вот сегодня такой, скажем, разгрузочный день по вязанию, вчера я целый день просидела без остановки, наверное, немножко перегрузила себя, но ничего, ничего, вон, Светлана Гордийчук, прелесть, прелестная, кофточка вам идет, спасибо, еще раз скажу, за все ваши приятные отзывы, кофточки, а мне вот еще интересно, как она будет, выглядит после стирки, я собиралась ее сегодня постирать, но, к сожалению, у нас с водой перебой был, да, и буквально недавно только включили холодную воду, не было ни холодной, ни горячей, и только вот включили, и поэтому как бы я утром рано, когда проснулась, постирала, успела до того, как, ну, у меня получается на кухне, там, где стояк на кухне, не было холодной воды, вчера целый день, а с этой стороны у меня была холодная вода, а здесь же у меня стиральная машина, и я постирала с утра там то коврики, то половые тряпки я время от времени стираю, вот, вчера еще загрузила, ну, и получается, что я сегодня как пошла делать утренние процедуры, мыльнорыльные, вот, я включила машинку и успела постирать до 8 часов, а уже кише 8 часов начинается рабочий день, и они, видимо, приехали, ну, наверное, не сразу, потому что это же вот во сколько я там часов 11 шла с магнита, и там куча техники было, вот, и только вот недавно, буквально сейчас у меня 4 часа, буквально недавно включили холодную воду, а горячей не будет до 22-го, так что надо постирать будет мне ее, постираю завтра, сегодня уже не буду стирать, я сейчас после того, как сниму видео, пойду сделаю себе окрошку, прям тарелочки, чтобы на один раз покушать, а завтра уже сделаю остальную, Елена Денисенко, Ирочка, кофточка получилась очень красивая, здоровья тебе, благополучия, творческого, вдохновения и легких петель, ну, скажем так, есть небольшой дискомфорт от того, что вот это широкая полоса, все-таки в таких изделиях, когда полосатики вот такие, да, мне кажется, выточки делать не нужно, потому что вот она у меня вся такая свободная, да, и на мой взгляд выточка там не нужна, вот, если бы этой выточки там не было, полосочки эти ровненько легли, и была бы вообще красота красивая, еще лучше, неплохо, я ничего, имеет место быть и так, но вот если бы я вязала сейчас, я бы выточки не вязала, спасибо, Леночка, дорогая, спасибо за твое мнение, так Юлия Прокопова пишет, Ирочка опять плакала от счастья, конечно, от соприкосновения душ, так сказать, нервная система такая, вы знаете, гормональный сбой, наверное, вот это, я думаю, вот такую эмоциональность нам дает гормональная система наша, да, у кого-то там щитовидка, у кого-то там, допустим, я, например, гормоны эти принимаю, конечно же, у меня скачки всякие настроения бывают, столько таблеток, я вот пью таблетки горстями, конечно же, идет воздействие, я вот заметила, что пропила я курс свой, там мне нужно было пить, и у меня прям как будто пелена с глаз упала, потому что у меня и звон в ушах был, и головные боли были, и вот сон я теперь отношу к этим таблеткам, что бессонница, ну, оно просто все в куче было, ну, плюсом еще и бессонница, потому что вот сейчас прошло где-то недели-полторы после того курса, и совсем другой человек, я же по себе чувствую, так что вот эти все таблетки, они действуют на наш организм, я говорю, как раньше люди жили без них, а мы теперь без таблеток не можем жить, но не сейчас, не об этом сейчас речь, пью и магний, и для головы таблетки, сосудорасширяющие, такое вот от предроды здоровья, ну, я же говорю, что мы все сидим на таблетках, жду синюху голубую, заказала, в интернете прочитала, что какая-то уникальная трава, спасибо девочкам за подсказку, все хотела написать, что каким-то образом у нас есть похожие факты в биографии, а вы знаете, у большинства есть схожие факты в биографии, вот сколько мне людей писало, вот после того, как я сняла серию видео о своей жизни, да, жизнь прожить не поле перейти, кстати, если вы еще не видели, проходите на мой второй канал, под этим видео есть ссылка на него, там 15 видео о моей жизни, я рассказываю от моего детства, в общем, все-все подробно я рассказываю про себя, так что там практически по часу 15 серий, некоторые мне писали, что слушали как сериал, так что если вам интересно, многие ведь любят узнать о человеке, проходите на мой второй канал, там есть на ютубе это называется плейлистами на дзене подборки, можете прям в подборку зайти, она называется жизнь прожить не поле перейти, и там все 15 видео вы сможете посмотреть, так люди притягиваются, да, люди притягиваются, и я же еще раз говорю, что очень похожих, вот я же начала не продолжила, что после просмотра этих моих видео мне писали многие, что очень похожа жизнь их была на на ту, которую я рассказывала, а у некоторых даже хуже, представляете, друзья мои, какой только жизни не бывает у людей, ну и продолжает Юлия, мама, папа с Украины, но фамилии у них русские, встретились в России, в Сибири, в Красноярском крае, там целая детективная история их встречи, папа выпивал, и мама одна поднимала детей, меня и сестру, так как бабушки, дедушки, все остались в Украине, да и какие бабушки, если их растили мачехи, уникальная, конечно, пара подобралась, потом перебрались в Вологодскую область, с папой развелись, мне было 10 лет, и тогда я 42 года, а нет, и только в 42 года я наконец ездила в город, где родилась, в Красноярск, да еще и зимой, да еще и карантин был, лет 10 назад наш, нашла в интернете меня кормилица, мамина подруга, да, бывает и такое, она меня кормила грудью, когда мама болела и не могла меня кормить, у нее тоже дочка родилась, дорогая моя тетя Надя, впечатления, конечно, потрясающие от Сибири, Енисеи, горы, замечательные красноярские столпы, столбы, но там, где мы жили, где выросли, на Анагоре, того места уже нет, оно затоплено построенной или расширенной Богучарской ГЭС, не успела я туда приехать, конечно, это жутко, что места того больше нет, там мои первые воспоминания, впечатления, открытия, ведь жили почти на самом берегу знаменитой Ангары, единственной реки, вытекающей из Байкала, самые первые, самые драгоценные воспоминания моей жизни, это Сибирь, ее мощь и красота, да, согласна, я тоже до восемнадцати лет, до девятнадцати даже прожила в Сибири, и, конечно же, у меня очень такое впечатление, не могу сказать, что очень замечательное, но, знаете, тем, когда, вот эти бескрайние засыпанные землей поля, землей, снегом, поля, да, леса бесконечные, идешь, идешь, конце края этому лесу нет, и, я, конечно, не знаю, как сейчас, а я же рассказывала, что, как сезон наступал, мы ходили за грибами, за ягодами, за костяникой, за дикой малины, столько всего мы оттуда привозили и приносили, ездили на велосипедах и пешком ходили, никогда по одному не ходили, всегда ходили, ну, собирались по нескольку, мы чаще всего собирались у моей двоюродной тети, вернее, у моей тети двоюродные сестры, их четверо человек было, и нас трое детей, и вот мы ходили, и мама, и тетя Лена, у тети Лены был дядя Леша, еще кто-нибудь соседи, и вот мы ходили толпой, собирали, и одно там, если, допустим, зоны вывидимости кто-то где-то отходил, не видели друг друга, перекликались, я как сейчас помню, это вот у меня отложилось, а еще самое такое серьезное отложилось, что я наелась земляники, и меня как долбанула аллергия, это была моя первая аллергия, у меня был отек клинки, меня все раздуло, отчесались и язык, и уши, и руки, это вообще, что было со мной, что творилось, я как вспомню, я потом долго не ела этой земляники, вот, и зима мне вспоминалась тем, что мы там без валенок никогда не ходили, там были такие ураганы и метели, что мы даже в школу не ходили, заметала по самое не хочу, я вот сейчас думаю, как ходили, ну, вот, мама же дояркая, она что там работала, что потом, не, вначале же там работала, потом здесь работала, когда переехала, и я не знаю, как они за скотом ухаживали, когда вот такие ураганы были, это же у меня детские воспоминания, ну, как-то ж ухаживали, и дома было хозяйство, любовь Титова, Ирина, я хочу еще на расчет на чайку присоединиться, это возможно у меня размерчик примерно такой же, как у вас, друзья мои, чайки, чайку я не вязала, не снимала мастер-класс, я вязала ее, еще раз говорю, собирательный материал у меня был, что-то посмотрела Оли Кондратьевой, что-то в стране мам, что-то посты какие-то у меня там собирались, как я это всегда делаю, точно так же я японку вязала, собрала много материала разного у кого-то где-то чей-то мастер-класс посмотрела, у кого-то там пост прочитала, у кого-то еще что-то и потом сделала свои расчеты и связала, вот, мастер-класса у меня на чайку нет, я не снимала его, потому что ну столько этих мастер-классов на чайку, вот просто, конечно, первый, кто про чайку рассказал, это Оля Кондратьева, для тех, кто, скажем, некурпулентный, мне кажется, там без проблем можно связать легко и просто, но для меня, я же уже рассказывала, вот я как-то мастер-классы не воспринимаю, мне проще прочитать, и я когда читаю, у меня в голове больше откладывается, чем я на слух, на слух плохо воспринимаю вот мастер-классы, не знаю почему, вот, поэтому про чайку я вам ничего не смогу предложить у себя, и в ближайшее время я-то и начала вязать чайку с с дивы, но мастер-класс снимать я не собиралась по чайке, так что вам нужно просто поискать, знаете, будни домохозяйки, она, по-моему, там то ли рассказывала, то ли она прям мастер-класс давала, она же тоже большого, 70-го размера, она, по-моему, даже две чайки связала, загляните на ее канал, мне кажется, она его не закрыла, и там у нее, по-моему, что-то есть на большой размер, но это на ютубе, если вы можете на него зайти, я вот сейчас могу зайти на ютуб, я нашла средства захода на ютуб, и прямо, я не знаю, я же еще раз говорю, я девочек своих давно смотрю на дзене, еще когда ютуб работал, а у меня же много информации своей осталось на ютубе, да, это первое, второе, девчонки же продолжают выставлять те, которые живут за границей, но наши, русские, и мне, конечно же, хотелось смотреть их, я рассказывала о том, что я за многими слежу теми, которые даже не вяжут, а ведут свои блоги, вот, и, конечно же, все это время, пока там полтора, полторы недели или сколько там я не смотрела, мне, конечно, было интересно, что у них там, конечно, если бы это подольше продлилось, я, может быть, и, как говорится, отошла, но, как говорится, все в жизни проходит, пройдет и это, и я не перестану дышать, если их там, допустим, не посмотрю, но, все равно, я сегодня прям ностальгировалась и делала, несколько видео посмотрела, но все сразу, конечно, не смогу посмотреть, Ираида Калмыкова, Ковтейка просто отпад, Ирочка, вы трудяшка, так приучены, мне кажется, это все-таки внутри, потому что есть люди, которые спокойно относятся к тому, что побездельничать, да, там полежать, ноги вытянуть на кровати и так далее, а мне как-то даже стыдно, вот понимаете, у меня, допустим, столько работы, столько дел, а я буду лежать, вытянув ноги, я позволяю себе крайне редко, это там, допустим, какие-то праздники, когда там нельзя вязать, да, и то руки постоянно чешутся, многие меня поймут, вот, и даже просто, как некоторые говорят, вылежалась, ну, я наконец-то вылежалась, да, я вот, если проснулась, и у меня пограничное состояние такое, что я, допустим, понимаю, что я еще посплю, я могу еще полежать и там задремать дальше, но если я лежу и чувствую, что я уже не уснул, мне прям жалко лежать, тратить на это время, когда я могу его с пользой куда-то применить, как моя мама говорила, отоспимся на том свете, да, Галина Йоржи, какая красотища, кофточка получилась, замечательная, спасибо вам большое, да, она замечательная, прошлась я с большим удовольствием, ловила взгляды на себе, даже мне комплимент сделала продавец, я сегодня прям шла в магнит и была справочным бюро, что-то прям несколько человек у меня, мужчина и две женщины спрашивали, одна спрашивала, где вот эта социальная аптека, мужчина спросил, где БСМП, БСМП это вот у нас больничный комплекс, вот, и одна спрашивала номер дома, я им всем отвечала, я говорю, прям шла и смеялась, ну так, в душе смеялась, думаю, что у меня написано на льбу, что я справочная служба, Валентина Алиференко, вам очень к лицу этот джемпер, действительно он так хорошо не смотрелся, а когда одели заиграл, отдельно он так хорошо не смотрелся, а когда одели заиграл, ну я в процессе вязания несколько раз показывала его на себе, примерку делала, я понимаю, что одно дело, когда вот так его просто показываешь, другое дело уже, когда на себе, это я тоже понимаю, Юлия Прокопова, Т9, тогда в прошлый раз исправила, налегла, понятно, ну да, есть такое, ну иногда вот я по смыслу добавляю, а иногда и не могу добавить, я потому что, видите, я даже не догадалась, что тогда было, имелось в виду, Марина Матвеева, добрый вечер Ирина, ну вот вы и довязали свой лазурный берег, какая же красота получилась, просто прелесть, очень вам идет, надо ее обязательно выгулить, люди будут оборачиваться, потому что такой второй больше нет, она в единственном экземпляре, ну оборачиваться я не знаю, оборачивались или нет, но смотрели, да, и я вот, говорю же, продавец мне прям сказала, говорит, вы сами вязали, я говорю, да, сама вязала, говорит, золотые ручки у вас, я говорю, спасибо, вы молодец, столько сил и времени затратили, красота, я Ирина, образец всегда вяжу, всегда делаю расчеты, не ленюсь, но я конкретно не, ну и не вас, допустим, имела в виду, ведь многие же вот говорят, вот допустим, Таня Кельмяшкина, она даже все время говорит в своем видео, что она, допустим, образцы не вяжет, многие обходятся без образцов, но я сделала вывод, что все-таки в некоторых случаях я не вяжу, там допустим, если какие-то простые изделия, которые не требуют вязания образцов, конечно же, я их и не вяжу, но в данном случае круглые кокетки, я уже сделала вывод, что себе дороже, если я не вяжу образцы, мне приходится потом распускать, вот, потому что прибавки не так я делаю и так далее, так, они мне всегда нужны, я по вашим расчетам связала не одно изделие, и семицветик, и морской прибой, все было супер, вы же видели, фотки я выставляла, видно потому, что вяжу первый раз, и залезай дива спицами, а те изделия я вязала крючком, может из-за этого, даже не знаю, но ничего, я не в претензии, мне нравится вязать, и это опыт, главное, что на данный момент, все устраивает, как отвяжу побольше, сфоткаю и пришлю вам, мне еще надо рукава связать, очень нравится с вами вязать, все понятно и ясно, я надеюсь, что это не последнее изделие с вами, вы же знаете, как мне нравится, кофточка мохито, вот буду ждать, в надежде, с вами связать, какая же она красивущая, обалденная, я от нее просто в восторге, как она на вас красиво смотрится, да вам все, все изделия идут, что говорить, смотрела ваше видео, вязала свою кофточку, а с утра смотрела видео, из архива, где Максимка, такой малякусечка, такой болтушка, лопатушка, все, бабушка, пойдем сюда, потом туда, ни минутки покоя, какие они в этом возрасте сладенькие, вам опять память будет, посмотрите видео, и на сердце прямо тепло станет, мы выходные были со своими жуликами, с ними тоже не соскучись, а у Илюшки, он одного возраста, как и ваш Максик, начинается подготовишка, ждет, не дождется, хорошо, что хочет, дай бог, через год школу, а Марияшка все пытается научиться вязать крючком, как только меня увидит, то сразу, бабушка, давай вязать, я не отговариваю, пусть учится, и не навязываю, все ей в жизни пригодится, легких вам петелек, и здоровья вам, и вашим родным, мира и добра, до завтра, я так рада, Ирина, что опять могу писать на дзене, прямо нет слов, как, да, мне, конечно, неудобно, потому что, телеграмм у меня находится на том телефоне, на который я снимаю, да, и на компьютере, на, ну, вы же видите, я сейчас на кухне не снимаю, потому что, все равно там потемнее, чем здесь, есть, ну, я чередовать, конечно, буду, сейчас, как жара спадет, я шторы подниму, и станет посветлее, и, может, буду снимать и на кухне, буду чередовать, да, вот, у меня, получается, на каких-то телефонах, там, ватсап, на каком-то контакт, на каком-то телеграмм, где-то есть интернет у меня, мобильный, где-то его нет, ну, в общем, а сегодня вот с утра, я же рано ушла на прогулку, а потом, еще в магазин же ходила, потом пришла, пока сняла все, только потом зашла в соцсети, смотрю, там мне люди написали, а я как бы подзадержалась, ну, ничего, а по поводу внуков, конечно же, я же говорю, у меня такое впечатление, у вас-то их много, Марина, а у меня-то один-единственный, поэтому, все, я прохожу впервые, и, конечно, это эмоции, просто, непередаваемые, вот так вот, понимаете, я не знаю, слышно вам или нет, на постоянку, то музыка, то машины, то мотоциклы, и вот это вот бесконечный, бесконечный шум, поэтому я на ночь закрываю окно, вот, по поводу, кофточки, я уже, по-моему, сказала, да, сказала, уже не раз сказала, знаете, собираюсь, ну, пока что обдумываю, ну, может быть, в ближайшее время, если все нормально будет, то я еще сниму, одно изделие, начну вязать, и буду снимать, вот задумка у меня, да, поперед паровоза, не буду бежать, но дополнительно, конечно, я все вам скажу, вот, и, конечно же, ну, вам приглашение сделаю, как видите, цена чисто символическая, я ни с кого втридорого не беру, хотя, в принципе, я смотрю, девочки, как бы, довольно-таки, ну, мне написала одна, вы не цените свой труд, ну, каждый оценивает его по-своему, понимаете, вот, допустим, мне определенное количество, там, по 100 рублей заплатили, я считаю, что это, такая нормальная цена, которая, ну, купила мне мои затраты, временные, если бы я вязала на заказ, да, и, ну, не считая ниточек, да, то это как раз, вот, сейчас, на сегодняшний момент, такая сумма, которая, я бы просила за эту кофточку, это меня вполне устраивает, ой, пошел дождик, друзья мои, мне там многие говорили, что я там меркантильная, там, и тыры-пыры, пятое-десятое, никогда у меня не было больших заработков, я даже показывала в своих видео, сколько я зарабатываю, и никогда я ни с кого больших денег не брала, так что, ну, за свой труд я же должна что-то получать, правильно? Заза, какая красота получилась, мастер, на все руки, спасибо вам большое, так, Юлия Прокопова пишет, не хотела писать насчет этой темы, но все же не удержалась, если когда-то было время доносчиков, то сейчас какое-то время мошенников, две моих подруги этим летом пострадали от мошенников, никогда бы не подумала, всегда с логикой было хорошо и у одной, и у другой, но люди рассказывают случаи, даже передачи снимают, что это гипноз, недавно был, была герой, психотерапевт у Юли Меньшовой на канале, рассказывала, как это делается, человек загоняется в состояние страха и паники и становится ведомым, за два дня она перечислила им 3 миллиона, брала кредиты и переводила деньги, как? с большой буквы и с несколькими вопросительными знаками, и даже в банке подписывала бумагу, что это не мошенники, они настолько нагрдные и беспринципные, что писали с аккаунта начальника, вызывали ей везде такси, а один ФСБшник в кавычках отсылал свои документы, говорил по видеосвязи и даже делали циничные комплименты, что с ней приятно работать. Полиция разводит руками, а подруге надо теперь банкротиться, а это тоже 100 тысяч где-то, скрывать все от мамы и постараться не сойти с ума, это, конечно, кошмар, это, конечно, кошмар. Я вот смотрела, что Долину, да, продали ее квартиру, да, и она же ведь все это подписывала, и у нее там и менеджеры, и адвокаты, и кого только у нее нет, как, вот так все случилось, а теперь доказывает, что я не осел, да, после всего этого, и люди бедные тоже пострадали со всех сторон. А вторая подруга купилась на раздатке в почтовом ящике, сломался холодильник, пригласили мастера, заказали детали, 13 тысяч компрессор, 10-300 работа, в итоге холодильник шумел и отказался морозить, вышли на главного, это не только то, это не так-то просто было, пришлось и голос повышать и угрожать полиции, пришел с прибором и посмотрел, сказал, что холодильник не подлежит ребенку, извинился, обещал забрать на запчасти за 6 тысяч, 26 тысяч заплатили, представляете, это вообще кошмар, и все, никакой компенсации, да, и за холодильником не пришел, занавес, спасибо вам, Юля, за ваши рассказы, это, это вот просто, да, иной раз не поддается никакому осмыслению, потому что, ну, скажем так, я могу говорить только за себя, говорила, еще раз говорю, люди все разные, это первое, потому что, так как я одинокий человек, мне всегда приходится, как говорится, по объявлениям, где-то кого-то искать, так как я не имею большой родни в этом городе, мои знакомые и подруги, там раз-два и общался, кто-то обходится своими родными, скажем так, вот, допустим, Наташа, она там, Дима у нее, все за нее делает, да, там куча у нее тоже, то хумавья, то еще кто-то, вторая моя, ну, Лариса, она тоже не занимается этим, она вот переезжала, тоже по объявлению, я же вот ей рассказываю, она говорит, ой, Ира, конечно, как это страшно, я же тоже говорит, по объявлению, говорит, вызывала и грузчиков, и машину, и все, говорит, ну, как это вот, теперь, говорит, объявлением этим не доверять вообще, ну, в общем, я же говорю, когда они пришли, чистенько одеты, там, то все, я смотрю, что он принес там свой ноутбук, то пятое, десятое, ну, я, ну, не знаю, ну, вот я говорила, что я доверчивая, да, может, это плохая черта, я вот постоянно, почему-то мне хочется верить людям, я не знаю, вот видите, там, свал берется, даже не проверяю, надеюсь на порядочность продавца, который продает, да, там еще что-то, где-то, вот, постоянно на те же грабли становлюсь, 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 ну, не знаю я, наверное, я уже не исправила в этом смысле, ну, теперь, видите, сейчас подготовку все сделаю, и, там, Лешин друг, вроде бы, мне сказал, что у него есть какой-то свой близкий, знакомый, помогут мне, ой, я не знаю, жизнь учит, учит и все никак не научит, Валентина Семеновна пишет, ой, королевишной короны не надо, настолько она супер замечательная, ну, это, наверное, имеется в виду кофточка, я вспомнила, что, когда вывешивала белье, оно было кипельное, стирала немецким порошком лоск, а был в продаже Астра и Лотос, и в кухне под окном муж выдолбил нишу, сделал отверстие и трубы ставил, зимой я открывала отверстие, и мороз был, это для продуктов, а летом я натягивала шланг на кухонный кран, потом его в отверстие и на улицу, там был наш огород и сверху балкон, так я поливала со шланги на дорогу, чтобы не запылить белье, постиранное лоском, кипельно-белое, вот, да, люди проходили мимо и ничего не говорили, а понимающие смотрели, а вот если бы сейчас я проходила мимо этой тёти, то спросила бы её, всё ли в порядке у неё с головой, Валентина Семёновна, ещё с чувством юмора, видите как, по молодости всё делала, вперёд всех, окна помыть, тюль постирать, глупые мы были, потому что такую ерунду за ценности принимали, да нет, это, наверное, всё-таки не все так делали, это, я не знаю, в крови это было заложено, или ещё как-то, вот, скажем так, я могу опять же за себя говорить, что когда я выходила замуж, я считала себя, что я там могу готовить, там, и всё, а когда, ну, могла элементарное что-то готовить, раньше ж не было такого интернета и так далее, я как сейчас помню, мы же со своим поженились, и я жила-то, когда мы с ним там встречались в общежитии, а когда поженились, я перешла жить к ним, у них двухкомнатная квартира, в одной комнате жила свекров со своим сожителем, и был брат родной мужа Лёша, на 10 лет младше мужа моего, вот, а нам отдали зал, вот, и муж работал посменно на химзаводе у нас, и свекров, они, короче, все работали там посменно, и получается смены были по 12 часов, а я работала с 8 до 5 каждый день, и суббота, воскресенье были выходные у меня, и получается, что я же ж как типа же жена, да, мне ж хотелось встретить мужа, что-то вкусненькое ему приготовить и так далее, у нас же был свой бюджет, я уже честно не помню, отдавали мы свекрови деньги, или у нас был свой, но я помню, что у меня были деньги, и я могла купить там мясо или еще что-то, и вот помню, случай было летом, я знаю, что после этого мы поехали на котлован купаться, поэтому я помню, ну, что вы думаете, я решила приготовить капусту с тушеным мясом, ну, и что-то там я мясо как-то там, ну, потушила, потом добавила капусту, не знаю, что меня отвлекло, как вы думаете, я все это спалила, мясо и капусту, и все остальное, кастрюлю прижгла, раньше были вот эти малированные кастрюли, и там попуровы от дери просто так, она же не отмывалась, нужно же было там и соды, и все остальное, я на тот момент даже не знала, короче, приходит свекровь с работы, мама дорогая, жду ее, думаю, что меня ожидает, она пришла, говорит, как же так, ой, кастрюлю испортила, то, что я продукты испортила, это не страшно, кастрюлю страшно, а потом говорит, а, ну ничего страшного, сейчас я, говорит, залью, и все, говорит, отстанет, ну и в общем она сделала вот эту смесь с содой, там, я не помню, как там сода, еще что-то, лимонка, по-моему, добавляется, или что там, горчица, что оно все отстает, вот, раньше ж не было такой химии, как сейчас, ну и потом я, мы вот это ж, я расстроилась очень, мой, говорит, поехали, съездим, покупаем, поехали, там развеялись, и я приехала уже с другим настроением, смотрю, кастрюля нормальная, и вот это я на всю жизнь запомнила, так, так что хозяйки мы все были разные, Светлана Котикова, добрый вечер, Ирина, кофточка очень красивая, вам очень идет, мне особенно понравился сам цвет пряжи, и вам, и ваше вязание, конечно, вам добра, мира, здоровья, здоровья, благополучия, спасибо вам большое, вязание не особо, там, что лицевая гладь, цвет пряжи, конечно, выигрышный, кокетка красивая, а так, в основном, там ничего сложного нет, вяжи себе, да вяжи, спасибо большое за ваше мнение, Виктория Тимиряева, Ирина, вы молодец, струженица, создаёте такую красоту, спасибо огромное, спасибо, ну, каждый же для себя старается создать красоту, да, ну, а я создаю, ещё и делюсь с вами, вы можете тоже её так же создать, Валентина Семёновна, я тоже люблю смотреть маленького Максика, потому что правнучек сейчас таких лет, они такие интересные, говорит маме, почисть мне зубки, а она, а ты что будешь делать, а я буду рот держать, это, я сразу вспомнила, как этот, с мультика, Чебурашки Генны говорит, Гена, типа, давай я понесу чемоданы, что ли, ты понесёшь меня, да, вот так вот, так и здесь, Ольга Зимина, или Зимина, Ирина, форма прически лучше, чем была асимметрия, просто вы обросли, я не обросла, меня только подстригли, для объёма, попробуйте пенки и лаки на корне, вам всего хорошего, и да, проснулась и говоришь, спасибо, что проснулась, и более или менее здоровая, вы думаете, я не говорю этого, конечно говорю, и как бы ранее, уже в видео, я говорила о том, что пенка, я без пенки, у меня вообще будут сосульки висеть, висеть, лаком, да, я пользовалась, но вот сейчас эта прическа, даже лаком не укладывается, честно, Вера Камшилова, кофточка красивая, на вас сидит отлично, понравился рецепт овся на блина, спасибо, Ирина, готовлю второе утро, да, вот меня сейчас захватили эти овся на блины, но у меня этот период пройдёт, у меня же, я же говорю, то бутерброды, то каши, то овся на блины, то там бутерброды с рыбой, то на маске я там делаю, то ещё что-то, ну, потому что вот такой я, скажем, запойный человек, я в кавычках, конечно же, я же говорю, что у меня это прослеживается везде, я могу то и книги читать, то книги слушать, то смотреть сериалы, то сериалы одного направления, то сериалы другого, то третьего, то одного кинематографа, вот турецкие я смотрела, теперь корейские потом смотрела, теперь китайские смотрю, вот понимаете, вот так вот у меня пока, как говорится, оскому не собью, а потом, что будет завтра, я даже не знаю, сейчас вот видите, на сериалы, на фильмы фантастические перешла, да, смотрю уже, который день, сегодня посмотрела, Кот 8 называется, два фильма посмотрела, они такие фантастические, и с боевиком, про людей, титанов, Нина Ножнова, Ирина, здравствуй, и все зрители, очень красивая кофточка получилась, цвета сочетаются, не сливаются, и узор красиво смотрится, я бы и низ тоже таким же узором связала, но это как модельер видит свое произведение, Ирина, у тебя хорошие, интересные модели получается, крепкого здоровья, и хорошего настроения, так у меня связана кофточка вся, полностью, а, ты, Нина, наверное, имеешь ввиду узором, павлинных хвост, да, но нет, я не вижу внизу узор, вот в этой кофточке, я вижу только кокетку павлиния хвостом, ну, а уж как, как говорится, модельер действительно, как видит, я лично для себя не увидела, я же пробовала вязать рукава, таким узором внизу, не резиночку, а рука, все там подогнала, все, но мне не понравилось, и поэтому я и низ не стала, а вот в задумках у меня было такое, что обвязку на рукаве внизу, как кайму сделать, и внизу, но не понравилось, как это выглядит. Елена Правдивцева, Ирочка, у вас золотые руки, когда в кадре вяжете, я не могу отвести глаза, здоровья вам и творческих успехов, спасибо вам огромное, я тоже, вот знаете, это называется руки в кадре, и тоже, когда смотрю, что девочки многие вяжут, да, с удовольствием смотрю, как мелькают спицы в руках, прям нравится, нравится. Наталья Ка, здравствуйте, кофточка чудесная, прожили с мужем 25 лет на севере, в военном городе, там жизнь немного отличается от обычных городов и поселках, дети, а их у меня двое, ходили на кружки и спортивную школу, бесплатно, в школе некоторые учителя, в прямом смысле, следом бегали за учениками, чтобы ходили на дополнительные занятия, сейчас мы живем в Калининградской области, сын учится в университете, форму выдали бесплатно, обувь удивила, хорошая кожа, питание двухразовое, бесплатно, поступил на бюджет, спрашиваю мужа, нас преследует военный городок, в хорошем смысле, вдохновение вам в новом проекте, ну вот знаете, видимо, кому как попадет, и опять же, смотря, какой бы университет он поступил, здесь же тоже разница большая, вот, ну а для военных привилегий, для семей военных, же тоже привилегии, по-моему, есть, там же оплата за жилье, и так далее, я так понимаю, что у вас муж уже военный пенсионер, но он же, наверное, все равно льготом не пользуется, вот, на этом я закруглю свое видео, потому что будет слишком большое, и я понимаю, что многие не досмотрят до конца, а уже другие ваши комментарии, я прочитаю в следующем видео, напишите, пожалуйста, мне нравится вам в таком формате видео, как я, допустим, в начале, рассказываю о своем дне, и потом читаю ваши комментарии, или не нравится, в общем, напишите ваше мнение, я буду ждать ваши комментарии, рассказывайте свои интересные истории, я с большим удовольствием читаю сама, вначале же я их читаю сама, а потом уже вот второй раз зачитываю, когда читаю уже непосредственно, когда записываю видео, и прочувствую каждое ваше написанное слово, и каждые ваши эмоции, и посмотрите, какие интересные жизненные истории, просто вот разве вы бы, я же еще раз повторяю, не все же, наверное, читаете комментарии, а так вы их услышите, а еще вы услышите мой развернутый ответ, в общем, до новых встреч, дорогие друзья, если вы досмотрели до конца, поставьте, пожалуйста, пальчик вверх, не забывайте, я буду вам очень-очень благодарна, ну и на сегодня я с вами попрощаюсь, до новых встреч, до новых видео, с вами была Ирина. Субтитры сделал DimaTorzok